Говорят, безвыходных ситуаций не бывает. Героиня сегодняшнего ролика очень хочет на это надеяться и верит, что ее ситуация разрешится в ее пользу. И мы сегодня с вами можем ей помочь. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет с вами отличный жизненный сюжет. Для кого-то он может быть полезен, а кто-то из вас детально разбирается в теме этого вопроса и знает, что эту ситуацию можно решить вот так. И мы очень надеемся, что именно ты, тот самый человек, досмотришь этот видеоролик до конца и сможешь помочь семье, как решить эту проблему. Прямо сейчас мы находимся на окраине Москвы в районе станции метро Щелковская, где в 2008 году вот в этом пятиэтажном доме Наталья купила квартиру площадью 42 квадратных метра на тот момент по цене 5 миллионов 600 тысяч рублей. Она воспользовалась ипотечным кредитованием. И сегодня он нам расскажет, как это все происходило, с чем он столкнулся и в чем ему нужна ваша помощь. Пойдемте познакомимся с ней, а после отправимся к ней в гости, и она расскажет все детально. В этом видеоролике у нас будет короткая рекламная пауза, но сам по себе сюжет на самом деле очень тяжелый. Я настоятельно рекомендую всем его досмотреть до конца, потому что это невыдуманная жизненная история, которая может произойти абсолютно с каждым человеком, кто решает покупать квартиру в ипотеку. Вот так вот в жизни бывает, когда из года в год у тебя идет все по плану, твой долг уменьшается, а дальше, в общем, друзья, отвлекитесь от всех дел, выделите 30 минут вашего времени и посмотрите данный ролик до конца. Друзья, знакомьтесь, Наталья. Наталья, я вижу, что вы волнуетесь, и я надеюсь, что сегодняшний день для вас будет полезным, и он поможет выйти вам из этой ситуации. Давайте начнем с приятного, с последовательности. 2008 год. Вот до него где вы проживали, прежде чем купить здесь квартиру? До этого мы проживали город Ангарск, Иркутская область, и так как у меня сын занимался хоккеем, мы приехали сюда, его пригласили играть в спортивный клуб «Спартак». На тот момент ему было 9 лет. Вы потихонечку переезжаете в Москву, в Ангарске вы заработали денежки, у вас был первоначальный взнос. Вот здесь вы нашли квартиру площадью 42 квадрата, она стоила 5 миллионов 600 тысяч рублей. Сколько у вас было первоначального взноса? На тот момент у меня было 3 миллиона рублей, но именно в квартиру я вложила 2 миллиона 600 своих денег, а 400 тысяч у меня разошлись. Это оформление страховки, банковская ячейка, ну и банковские расходы вот эти вот. В общем, порядка 400 тысяч. Всю процедуру вы оформляли правильно, соответственно, за последние вот эти вот 13 лет ни разу вам никто не звонил, что с документами у вас что-то не так, у вас все прошло гладко. Да, все прошло гладко. И самое главное, вы сейчас произнесли важную фразу страховка. Страховочка жизни от потери работы, у вас это было? Да, это все было. Наталья, вы заехали, жили, работали, вы где работаете? Ну, по крайней мере, на тот момент, когда вы заехали. На тот момент, когда я заехала в эту квартиру, я работала в социальной сфере, социальным работником. Сколько у вас был платеж ежемесячный по ипотеке? 43 тысячи рублей. Вы хоть раз его просрачивали, недоплачивали, какие-то проблемы были? Нет, просрочек никаких не было до того момента, как в 2010 году я родила ребенка. То есть я была в декрете, и до самых родов, за 20 дней до родов я все работала, и кредит спокойно оплачивала. И, соответственно, со стороны банка вы были отличный клиент, вам ни разу не звонили, каждый месяц вы выполняли. Да, все было хорошо, да. А вот здесь, прежде чем вы продолжите, я предлагаю отправиться к вам в гости. Мы присядем, кратенько покажем, друзья, что квартира из себя представляет, по комнатам, по вашим. Мы ходить не будем, в силу того, что сегодня у нас сюжет немножко другой направленности. Мы вам выведем план, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. А дальше вы расскажете, что происходило. Хорошо. Спонсор этого выпуска будет полезен всем предпринимателям. Начиная с самых малых бизнесов, включая самозанятых, и заканчивая крупными предприятиями. Если вдруг вы работаете и занимаетесь развитием, вот эта информация вам 100% будет полезна. И порекомендовать я вам хочу коммуникационную платформу для бизнеса от ЮИС. Данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Запись разговоров поможет менеджеру вспомнить, о чем был разговор, и подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Мониторинг покажет ситуацию в компании в целом, и по каждому сотруднику отдельно в режиме онлайн, что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу бизнеса. И это только малая часть возможностей сервиса. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый. Будь то мобильный, региональный или федеральный номер. 8800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие, а многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. Больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере может работать неограниченное количество человек из любой точки мира. И самое приятное, что облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И обратите внимание, что не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Убедитесь в этом сами, переходите по ссылке в описании и получайте первый месяц для теста в подарок. Но после этого месяца вы станете постоянным клиентом компании ЮИС. Пользуйтесь на здоровье. Обычный спальный райончик, очень часто многоэтажки называют человенниками, а здесь вот, пожалуйста, небольшой райончик Москвы, при этом очень удобная транспортная доступность до ближайшей станции метро Щелковская 390 метров. Идти буквально 3-4 минуты. Развитая инфраструктура, в общем, все то, что обычно встречает вас в спальных районах Москвы, хороших спальных районах Москвы. Мы с вами заходим в гости. Повторюсь, двухкомнатная квартира, площадь 42 квадратных метра, пятиэтажный дом. Квартира расположена на первом этаже. 5600 она стоила тогда. Сегодня цена этой квартиры примерно 80,5-9 миллионов рублей. Тут уж как-то как договориться. В 2010 году вы забеременели. Да. Что происходило дальше? Я обратилась в банк о том, чтобы мне дали какие-то ипотечные каникулы. На что Альфа-банк, он отказал в этом. И тогда было создано правительством Российской Федерации агентство при структуризации ипотечных жилищных кредитов, которые были созданы, чтобы помогать ипотечным заемщикам. Я обратилась к ним, чтобы они выкупили мою закладную. Таким образом, получается, что Дом РФ выкупает ваш долг у Альфа-банка. Вы сегодня ему ничего не должны. Не должна. Полтора года они за вас, соответственно, условно платят. Потом, когда вы выходите из декрета, вы платите, внимание, 43 тысячи продолжаете платить ежемесячный платеж. Плюс 43 тысячи вы возвращаете им за то, что они полтора года за вас платили. Таким образом, за 17 месяцев вы должны были отдать им. Это, получается, у нас 86 тысяч рублей ежемесячно вы должны были отдавать. Когда вы вышли из декрета, у вас была такая возможность такую сумму отдавать? Возможности не было, но на работе я договорилась с руководством, я работала на две ставки. Я тогда работала социальным работником и пошла работать на две ставки. Но вы платили. Я платила. По 86 тысяч вы каждый месяц все исправно положено отдавали. В 2010 вы ушли в декрет. В 2012 вы выходите. И 2 примерно с половиной года, правильно? Да. Вы платите ежемесячно, исправно, без каких-либо просрочек. Я просто это делаю специально акцент на то, чтобы вы понимали, что это не так, что человек взял кредит, потом не хотел платить, отказывался. Вы на все условия банка, как договаривались, вы это все выполняли. Вот эти 43 тысячи рублей, которые и по основному условно долгу, и то, что вам изначально была помощь, вы вот эту изначальную помощь, получается, выплатили. Выплатила. Соответственно, потом у вас было так, что вы ежемесячно также продолжали платить по 43 тысячи. Да. Что происходило потом? Я знаю то, что в 2014 году произошла неприятная ситуация с вашим здоровьем. Что случилось? Да. Я попала в больницу, мне провели сложную операцию на позвоночник и дали вторую группу инвалидности. Как это произошло? Что это было? Вы были на работе, вы упали или что? Нет, я была не на работе, я как раз вышла из отпуска, был первый рабочий день, и получается, я утром сходила в магазин, закупила продукты, подняла эти сумки, а у меня до этого, то есть документы медицинские все есть, я наблюдалась у невролога, у меня была грыжа на позвоночнике, то есть от поднятия постоянных тяжестей, и то есть, ну, постоянно была на медикаментах. и вот, видимо, как вот это сказать, обострение, вот это вот, да, слово не могу подобрать. Вы, получается, на работе тяжести поднимали чаще всего? Ну да, ну, конечно, соцработник, он же таскает сумки, там, помогает там бабушкам что-то передвигаться или что. И вы как раз этим занимались? И я утром, значит, встаю на работу, поднимаюсь, захожу в магазин, закупаю продукты, и у меня раз, и все, у меня полностью отказала левая нога, то есть, мне вызывают срочно скорую, везут на МРТ, делают МРТ и срочно отвозят в операционную, это вот на Сокольниках в больнице. Делают операцию, вместе провожу в больнице, после я выписываюсь, и ходила я тогда, ну, вообще, то есть, не наступая на ногу, там, сначала на костылях, там, на инвалидном кресле, и получилось так, что по врачам ходила, они мне дали вторую группу инвалидности. Вот здесь, смотрите, давайте сразу вопрос, сколько времени вот это лечение у вас заняло, вот, с момента, как вы попали первый день в больницу? В 14 октября 2014 года у меня была операция, вот у меня есть документы, как я пишу на Режека, что я попала в больницу, прошу приостановить кредитный договор, там, платежи, все, на что мне был ответ дан, обращайтесь в страховую компанию, то есть, платежи как шли, так и идут, мы не можем их. Вот, 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 вот сейчас просто важный момент, в страховую компанию, все мы с вами часто слышим, страховка жизни от потери работы, и уж не дай бог, если ты вдруг умер, и очень часто есть люди, которые говорят, ха, надо делать, а вдруг что случится? Вот с вами случилась ситуация, что вам страховая компания сказала? В страховую компанию обратилась, предоставила все документы, и потом начался вот самый настоящий ад, то есть, они сделали все, чтобы обжаловать мою вторую нетрудоспособную группу, потому что я попадала именно под страховую выплату тогда. Полгода я была на второй группе, в мае месяце страховая компания добилась в главном бюро, чтобы меня переосвидетельствовали и дали мне третью группу. То есть, знаете, доходило до абсурда, что меня привезли на инвалидном кресле в главное бюро на Ленинградском проспекте, да, а заходил представитель страховой компании, и, значит, мне такой, здравствуйте, Наталья Викторовна, проходил к директору вот этого главного бюро с пакетом, а выходил без пакета, я не знаю, там. Вот, и все, я захожу на комиссию, и они говорят, нет, не вторая группа, типа того, третья рабочая. Я говорю, а как я могу работать, у меня онемевшая нога, она не функционирует пока. Ну, типа того, что нет, третья группа. Все, они мне дали третью группу. На тот момент, понимаете, мне говорили, можно судиться еще. У меня была задача, мне надо было встать на ноги, мне надо было кормить детей. У меня тогда было сыну 14 лет, и у меня был ребенок двухгодовалый, который надо было, я тогда не была, ну, безжила, без своего, как говорится, супруга. Мне надо было платить кредит, потому что каждый день тикали проценты, мне начали звонить банка о том, что просрочка, и... Вот вопрос сюда. Страховая компания, получается, ни разу за вас ничего не платила? Ничего, ни копейки, нет. А когда вы, например, находились на больничном, вот где вы работали, вы же, получается, официально там были трудоустроены, вы какой-то период могли платить, или вы как-то слегли в больницу, все? Нет, как я слегла в больницу, я, получается, села на больничный, и мне начали выплачивать больничный, но он был минимальный, там порядка что-то 12 тысяч рублей, то есть нужны были медикаменты, продукты элементарного питания, естественно, я платить не смогла. И когда я уже в феврале месяце обратилась, три месяца там могут давать больничный, ну, что-то такое, я обратилась на работу, я говорю, вы меня можете, ну, как-то перевести на другую работу, или что там, на сидячую какую-то в офисе, они говорят, нет, у нас таких на данный момент вакансных должностей нету, типа того, что нет, и уволили меня по статье, сократили по статье в связи с инвалидностью. Вот так вот, видите, ребята, как бывает? При этом, вот, я надеюсь, вы чувствуете, что человек до последнего и сейчас и работает, и трудится, и ищет возможности решать вопросы. Муж первый ваш, он, получается, в этой ситуации вам финансово никак не помогал, и, соответственно, в какой-то момент вот этот замечательный мужчина молча помахал вам ручкой, оставил вас и уехал там, где проблем никаких нету. Вот, пожалуйста, бывает. Что происходило дальше? После того, как я встала, я начала активно заниматься своим здоровьем, встала на ноги и снова вышла на работу. В каком году это было? Так, 2014-2015, в 2016. В 2016 году. Вы уходите, куда вы устроились работать? Обратно в социальную сферу, но уже заведующий надобного обслуживания. Вас взяли в силу того, что вот это вот еще... Да, ну уже в другое отделение, не в наше отделение, а не в нашем районе, да. Вот эта инвалидность, то, что вам со второй на третью группу перенесли, вам с точки зрения трудоустройства это отчасти помогло или нет? Если бы у вас вторая группа была, вас все равно бы взяли? Я думаю, нет. То есть в силу того, что у вас третья, вас взяли и вы продолжили? Нет. У меня же как было, инвалидность дается на год. То есть в декабре месяце мне дали вторую группу инвалидности после операции, в мае страховая компания обжаловала, мне дали третью группу и дали ее на год. Я была на инвалидности, платили что-то там 7 или 9 тысяч рублей. То есть опять я не могла платить вот этими платежами. Мне помогали друзья, знакомые, но чисто чтобы медикаменты, продукты и так далее. Все это время я куда только не писала и в правительство Российской Федерации, и в Думу, и в какие-то партии, то есть и в Центробанк, то есть и в свой банк у меня имеется там две больших папки, куда я только не писала, везде получала отказ. Значит, в 2016 году я выхожу снова на работу и начинаю снова платить. И начинаю вести переговоры с банком о реструктуризации вот этого долга, который у меня образовался на время того, что я была на больничном. Там долг был около миллиона рублей. Все бумаги подтверждающие есть, то есть ни разу. А, и еще уточню, что в 2015 году тоже президентом тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, вышла программа тоже поддержки ипотечных заемщиков. И там было, что если вы потеряли работу, ну, то есть могли дать отсрочку, если там у вас есть несовершеннолетние дети, то есть я подходила по всем пунктам. Я была одинокая мать с двумя несовершеннолетними детьми, одному было 14, другому было 2 года. Я была на инвалидности, я потеряла работу в связи с тем, что я была на инвалидности. У нас упал доход, то есть все, подходило по всем. Я собрала полностью пакет документов, помню, даже заказывала какие-то справки, и они были платные. То есть я нашла на это деньги, заказывала, отдала своему банку, просила ипотечные каникулы, приостановку платежей, там, реструктуризацию долга, чтобы хоть платить какими-то минимальными, да. То есть на все получила отказ. На мой вопрос, почему я не подошла под эту программу, были выделены хорошие, большие деньги, мне сказали, вы не подходите. Почему не подхожу, никто не объяснил. Это при том, что вот это все происходит в Москве, и вы имеете прописку московскую. Да. И вот такая картина. Друзья, вот иногда тоже страшно представить, что происходит по регионам в подобных ситуациях. Опять же, деньги выделили, соответственно, вам должны были помочь, но вам ни хрена, никто ни в чем не помогает. Никто не помог, да. В 2016 году вышла на работу, начала снова платить, но опять же, повторюсь, долг вот этот остался. И, значит, в декабре 2019 года, я продолжаю, три года все я плачу, но долг остался. В долг идет все, переговоры с банком ведем. Наверное, мое упущение надо было, может, где-то занять, перезанять эти деньги, но, к сожалению, как-то не получилось. То есть, значит, в 2019 году звонит мне менеджер банка и говорит, вы квартиру сами отдадите или высылать судебных приставов. Вот это вот прям, можно сказать, был роковой день, когда вы просто были в полном шоке. Да, я, значит, у меня был, вот как вы говорите, полный шок. Я говорю, подождите, я же плачу, я веду переговоры с банком, вы там что-то рассматриваете, они очень долго, то есть, им отошлешь письмо, может пройти там 30-40 дней, чтобы они ответили, да, вот, и не снимаю с себя никакой ответственности, может быть, есть мое упущение, но мне, если честно, негде, второй кредит мне не дают, потому что у меня уже ревинансирование сделать не могу, и на тот момент, повторюсь, ставка у меня была 13,7, когда уже ипотеку сдавали под 11, под там 9%, я плачу 13,7, значит, переговоры с банком, они мне уменьшают ипотечную ставку, делают 11,6, то есть, у меня она сейчас составляет 11,6%, так, потом… Звонят вам с банкой, говорят… Да, звонят из банка, да, я, значит, в полном шоке, я говорю, я же плачу, они, значит, получилось так, что банк подал в суд и выиграл уже судебное заседание, прошло 3 судебных заседания, ни на одном судебном заседании я не была, когда я начала все это разбирать, а я же работаю, то есть, мне надо обеспечивать и семью, и платить кредит, то есть, мне это… я постоянно получаю квитанции, то есть, все, ни одного извещения не было, когда мы начали разбираться, оказалось, что сюда приходили извещения на квартиру 83, а в этом доме до 80-й квартиры, а я проживаю в 63-й квартире. Вот, внимание, ребята, внимание просто, вы посмотрите, что творят, квартир в доме 80, приходят в 83-ю, суд провел 3 заседания без человека, когда она вот, под колпаком, вот она здесь, все знают, где она работает, как ее искать, никто ничего не делает, но при этом вы, получается, проигрываете суд, и что, какое решение? Решение в пользу, банк оценил квартиру, на тот момент квартира уже стоила порядка 7,5 миллионов рублей, банк ее оценил в 5 миллионов 180 тысяч. А дальше будет происходить следующая история, вот вам живой пример, но не с квартирой Натальи. Человек присылает мне ссылку и говорит, Дмитрий, посмотри, как квартира подозрительно дешево стоит, и вот с описанием-то самое главное, почитайте. Квартиры продаются с торгов по решению суда, ипотека, материнский капитал, альтернатива, субсидии не подойдут, осмотр невозможен. Почему? Потому что в этой квартире прямо сейчас живет какая-то семья, которая столкнулась с подобной ситуацией, и из-за чего-то не может платить, и их все вышвыривают на улицу. Когда вы имеете одно единственное жилье, не взятое в ипотеку, тут вы еще защищены. Но когда вы покупаете единственное жилье в ипотеку, здесь вот вам ситуация. Вас готовы вышвырнуть на улицу. Дальше вы просто офигеете, потому что это еще только начало. Проигрываю суд из-за того, что я не велась на заседание, и из-за того, что у меня просроченные платежи, банк забирает, суд присудил квартиру в пользу банка. И вот после решения суда, что вы должны отдать квартиру, ваши действия? Я начала вести снова переговоры с банком о том, что я готова там, на тот момент я уже находилась в гражданском браке со своим нынешним супругом, да, мы предложили банку, что мы готовы рассмотреть мировое соглашение, мы готовы выплачивать эти проценты, даже которые банк начислил, что, а, был закрыт счет, они закрыли мне счет, на которые я не могла перечислять деньги, то есть не знала, куда. Были переговоры с банком, все письма имеются тоже, что прошу реструктуризировать, прошу подписать мировое соглашение, готовы там продать какую-то машину или какое-то имущество, занять у кого-то денег, да, на тот момент уже, как говорится, рассчитывались, что, ну, выход какой-нибудь предложите, да, и мы там со своей стороны открыты, мы никуда не ходим, это наше единственное жилье, то есть если бы у нас было куда-то там съехать, мы бы с удовольствием там съехали, расстались с банком, это наше единственное жилье, нет, банк ни на что не пошел, то есть и на данный момент он не идет ни на какие переговоры, я предлагаю банку, на данный момент у меня есть у супруга машину, которую мы готовы продать, цена машины составляет где-то 2 миллиона 400 рублей, мы готовы хоть сегодня положить банк, долг на данный момент с учетом просроченной задолженности составляет 5 миллионов рублей, долг не закрыт, то есть они выиграли суд, но не закрыли кредитный договор. По судебным приставам, если зайти в ФСП, долг составляет у меня 4 миллиона 400, из чего он складывается? За все время, что я взяла ипотечный кредит, в банке я взяла 3 миллиона 100, я выплатила все проценты и осталось выплатить 2 миллиона 600 только тело основного долга. Значит, просроченная задолженность миллион и на этот миллион пение, штрафы, просрочки и так далее, вот из чего складывается. На данный момент сумма долго растет в личном кабинете, составляет она на сегодняшний день 5 миллионов 51 тысячу рублей. А на момент 2019 года сколько она была? 4 400. То есть вы платите, 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 а у вас постоянно только она все растет, хотя вы уже выплатили хрен знает сколько денег. А на какой срок вы брали кредит? На 15 лет. На 15 лет, а прошло уже, получается, с 2008-го 13 лет. Да. Друзья, вы понимаете, вот вам как раз живая ситуация, как можно вляпаться в банковскую кабалу, вот чего боятся люди. Я думаю, вы после этой ситуации, я надеюсь, что она вас разрешится, в кредит вы больше никогда не поймете, потому что вот это вот, ребята, очень жесткая история, очень жесткая. В декабре месяце, когда РИЖК, они открыли счет, сделали свой личный кабинет, они же были РИЖК, да, то есть с ними раньше невозможно было выйти, там, приехать в отделение, все. Мы работали именно только с менеджером банка. Вся переписка с менеджером банка ВТБ-24 имеется, да. Я каждый раз ему задавала вопрос, когда мне приехать за мировым соглашением, все. И банк, в принципе, Дом РФ на тот момент, а РИЖК, он сделал проект мирового соглашения. И вот он у меня имеется, то есть он меня устраивал. Они понизили ипотечную ставку, они сделали минимальный платеж 35 тысяч рублей, который меня полностью устраивал. И менеджеру я писала, когда приехать, когда подписать, на что он мне отвечал, то пандемия, то еще какие-то причины. То есть так встреча не состоялась. А в декабре месяце они, значит, передали исполнительный лист судебным приставам, и больше со мной никакие переговоры не ведут. Хотя есть в Доме РФ сейчас менеджер, который, он говорит, я несколько раз уже подходил к руководству банка, и говорил, что вы не отказываете, что вы готовы платить. С учетом вот этих пений, штрафов и просочки, я готова все это заплатить, я готова сохранить свое вот это вот единственное жилье. И готова сейчас им единоразовым платежом проплатить там 50% суммы задолженности, на что банк ни в какую не идет и отказывается. Таким образом, у нас получается картина такая, что вашу квартиру они кидают в арест, на ней сейчас лежит запрет на регистрационные действия, чтобы его снять, нужно долг полностью закрыть. Сам банк Дом РФ на вас ставит вот такой крест, с вами разговаривать вообще не хотят. При этом есть сотрудники, действительно люди, если вдруг вы смотрите тот самый сотрудник, вам огромное спасибо, что вы пытаетесь как-то растянуть, помочь человеку выйти из ситуации. Есть несколько сотрудников от судебных приставов, которые тоже пытаются встать на вашу сторону и дать понять, чтобы дать вам время вот это растянуть, чтобы вы могли от этого долга избавиться. Вы везде пытаетесь делать, вы не сидите. Друзья, вот она папочка с документами. Подчеркну, я бы мог вам сейчас вместе с вами по каждому вашему слову подкреплять его документом. Но это мы вам будем сидеть в камеру показывать. Если вдруг кто-то сможет в этой ситуации помочь, Наталья без проблем все документы предоставит. И таким образом, вот давайте сейчас мы сделаем здесь подводку. На сегодняшний день какая ситуация? На сегодняшний день я получила разрешение от банка реализовать самостоятельную квартиру. Я ее выставила уже ниже на 300-400 тысяч, ниже рыночной стоимости и готова ее реализовать. Рассчитаться полностью с банком, чтобы у нас не было к друг другу никаких претензий. Но у меня приходят люди, и так как она находится под арестом, ее люди боятся брать. Потому что боятся, что они внесут деньги на счет. Хотя деньги надо вносить не на мой счет, а именно вносится на счет банка. Тут же отдается закладная, я говорю, сотрудник банка, один пошел уже, как говорится, мне на встречу. И он говорит, как только деньги будут внесены на счет банка, тут же отдается в эту же минуту закладная. И через два часа снимается арест. Но у людей, да, они приходят с риэлторами, и риэлторы начинают рассказывать какие-то сказки, что это все очень сложно, что это все очень будет проблематично. Еще мне сказала, в эту квартиру у меня вложен материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. О том, когда я банку задала вопрос, что здесь же вложенный материнский капитал, на тот момент капитал составлял 208 тысяч рублей. Некоторые деньги до сих пор остались на счету, я внесла 150 тысяч рублей. Они сказали, типа того, что никого это не волнует, то есть выселим, и все, куда хотите, туда идите. Обратилась в органы опеки, тоже говорю, ну как так, ну меня выселяют, ну помогите что-нибудь сделать. Я же не отказываюсь, я готова сейчас встать в график и платить снова по платежам. Готова внести 50% вот этого долга. Нет ни на что, на что мне органы опеки точно так же сказали, что мы ничем помочь не можем. И понимаете, какая ситуация, то есть если ты продаешь квартиру, в которую вложен материнский капитал, ты должен выделить долю ребенка, а если тебя выселяет банк, совершенно всем наплевать, где будет жить ребенок. Вот это просто, меня лично это просто удивляет, потому что вы мне эту историю уже рассказали, я просто в шоке. Вот действительно, друзья, ну что за беспредел-то, вы не алкоголики, вы не наркоманы. Вот сейчас смотрите, на данный момент, четверг мы записываем этот сюжет, ваш муж сейчас на работе, ваш сын, которому 23 года, на работе, ребенок в школе. В школе, соответственно, поймите правильно, люди нормальные, адекватные, хотят работать, вас уже, я понимаю прекрасно, потрепала эта ситуация очень сильно, то, что прям чувствуется от вас то, что вы очень в тревожном состоянии находитесь. Но это еще бы, нифига себе, ребята, человека хотят на улицу вышвырнуть с детьми, и всем похорону, все вот отписки, типа, никого не волнует. Я еще обратилась во все банки, во все какие-то инвестиционные компании, да, у меня на данный момент ставка ипотечная составляет 11,6%, такой ставки ипотечной нет. Обращаюсь в банки, да, перефинансируйте, я готова взять даже по 9% годовых, у меня уменьшатся платежи, да, их никто не берет, потому, если бы, понимаете, какой-то получается замкнутый круг. Я не могу сделать рефинансирование, потому что у меня есть просроченная задолженность. А просроченная задолженность у меня растет, потому что у меня нет возможности сейчас, ну, вот эти вот, ну, есть возможность платить, но... Ну, я понял, вообще на вас висит долг, и тоже самый важный момент добавляем сюда, что когда-то у вашего нового супруга тоже какие-то где-то просрочки были незначительные, но в любом случае попадает в список черный, и сейчас ему никто денег в долг тоже дать не дает. На сына не можем взять кредит, потому что то ли видят, что он, ну, прописка, да, что квартира под арестом, или что все равно это все проверяется, да, 23 года тоже не можем взять на него кредит. То есть я уже готова, я говорю, и деньги была занять под... Ну, я не знаю, я сейчас нахожусь в очень безвыходном положении, не знаю. Я готова продать эту квартиру, рассчитаться с банком, забрать остаток денег, и, наверное, не знаю, что... А вот теперь, друзья, внимание, как говорится, вопрос к вам, обращение к тем, кто в данной ситуации разбирается, и кто действительно может помочь. Значит, здесь есть несколько вариантов развития событий. В первую очередь я хочу вас попросить, кто в этой теме двигается. Если вы сможете на бесплатной основе помочь Наталье решить этот вопрос, для вас это будет самая лучшая реклама нашего канала, потому что, решая ее вопрос, я с удовольствием про вас потом отдельно сниму целый сюжет, как вы все прошли, как вы все порешали, и в дальнейшем люди будут знать, что вы действительно проверенные люди, и к вам можно и смело нужно обращаться. Более того, люди бьются за свое жилье, и люди не просят вас, вы придите, денег нам дайте, и все, и мы вам будем очень благодарны. Нет. Наталья готова продать машину. Ориентировочная стоимость автомобиля 2-2,5 миллиона рублей. Долг на сегодняшний день 5 миллионов 50 тысяч рублей. То есть, примерно 50% от долга она может попробовать закрыть уже сама. Раз. Нужно доплатить еще 2,5 миллиона. Если вы вдруг являетесь каким-то ипотечным брокером, и по-честному, вот ребята, без вот этой истории, когда там помогли, но под 40% ежемесячных, такие уже были помощники, кто приходил и говорил, мы вам под 10% в месяц дадим, но это просто, это вот так вот, просто задушить человека до конца. Если вы знаете, как эту ситуацию можно разрешить, смотрите, банк ждет деньги, приноси, отдаем загладную. Судебные приставы, человек ждет из серии снять квартиру с ареста. Соответственно, кто-то, если вдруг готов ее купить, с точки зрения юридической чистоты, есть даже отдельно адвокат у вас какой-то появился, там известный отчасти адвокат, который тоже узнав эту историю, тоже решил человеку бесплатно помочь, и сейчас этот вопрос пытаются решать, почему нужно время действовать быстрее, потому что банк не дремлет, банк уже вот, можно сказать, за дверью стоит и стучится, ну что там, где деньги, мы готовы тебя за шкиручку и до свидания. Наталья, если все решается сейчас, приходит человек, все, выкупают вашу квартиру, закрывают долг, смотрите, допустим, вы продали, к примеру, за 8 миллионов рублей, у вас останется чистыми три. Вопрос, как жить, куда вы поедете, если вы проживали в Москве, работа у вас здесь, сын у вас здесь работает, муж работает, дочь учится, ваше действие дальнейшее? Ну, единственное, больше ни в какие кредиты я никогда не залезу. Как я рассчитываю, взять комнату на подселение, либо ее сдавать, это будет какая-то денежка, да, и снимать более большую квартиру, да, ну, которая не то, что прямо хоромы, да, в которой мы можем жить, ну, либо какой-то, вложиться в какой-то участок и построить какой-то маленький дом около, ну, города Москвы. Вот такая вам ситуация, вот она вам, невыдуманная жизненная история, когда все начиналось хорошо. Вы же, когда заехали, вы помните, эти первые дни, когда вы сюда пришли, что это ваше жилье, как вы получали прописочку, ваш паспорт, сын, метро рядом, работа, Москва, все же было здорово. Все было хорошо, да. И вот из-за болезни, казалось бы, человек надорвал спину, помогая людям, это социальный работник. И тут вот так вот все это дело развернулось, казалось бы, ну, дайте вы возможность, человек бьется за все, а тут долг только растет и растет, и все эти коршуны банковские только и пытаются выжить последнее. Вообще не с вами. Я вас одно прошу, вы постарайтесь не нервничать, конечно, это легко сказать, постарайтесь не нервничать, но я искренне надеюсь, что среди нашей аудитории будут люди, которые смогут вам помочь. И самое главное, друзья, заметьте, что Наталья в процессе всего общения с нами ни разу не дала намекнуть на то, что давайте ей скинемся, руку помощи протяните, помогите. Человек хочет решить вопрос полностью, за свой счет, но только дайте помочь, дайте возможность, как это сделать. Соответственно, мы все рассказали, все контакты на вас остаются в описании. Почта, телефон, друзья, я искренне прошу, помогите те, кто в этом вопросе разбираются. Если вы хитрый, продуманный, не надо, в любом случае, я буду с вами на связи оставаться, если вдруг кто-то придет, будем встречаться, будем общаться. Куда я только не обращалась, на первый канал, на второй канал, через знакомых, мне всегда везде был отказ. На вас, Дмитрий, я не знаю, как чисто, знаете, подписалась на Ютубе, я там не хочу петь никакие дифирамбы, но вы действительно тот человек, который откликнулась и решили помочь, потому что мне хотелось бы, не из-за того, что там останется у меня эта квартира, не останется, мне кажется, все равно там руки-ноги есть, как говорится, будем живы. Мне хочется, чтобы, во-первых, люди узнали, люди получили огласки и на моих ошибках не делали дальше ошибки. У меня тоже была, знаете, возможность, когда я работала, и были деньги, но хочется жить, хочется жить здесь и сейчас, хочется сделать какой-то ремонт, потому что купили квартиру в убитом состоянии, хочется свозить детей на море, хочется купить какую-то машину. И понимаете, когда идет все это хорошо и гладко, и думаешь, ну что такое 40 тысяч платеж, плачу-плачу, поехали на море, отдохнули, но, понимаете, в один момент может в жизни развернуться все. То есть, если вы взяли какие-то кредиты и ипотеки, постарайтесь сначала выплатить нашему государству, нашим банкам эти кредиты, а уже потом возить детей на море, там делать какие-то ремонты, покупать машины. В первую очередь, потому что в нашем государстве я поняла, что помощи ждать некому. А вам огромное спасибо, что окликнулись и предали это все огласке. Не волнуйтесь, я искренне надеюсь, что вот эта ситуация решится в ближайшее время. Поэтому, друзья, здесь говорить больше нечего, мы заканчиваем. Все контакты в описании. Если есть возможность помочь, сделайте это, пожалуйста.